И лучшее это оживление ночи предопределения. И этим оживлением со стороны общей основы лучшим будет именно ее выстаивание. То есть лучшее оживление происходит именно молитвой, так как Всевышний Аллах похвалил выстаивающих, совершающих ночные молитвы перед Ним, желающих Его милости и боящихся Его наказания. Или тот же, кто всецело предается Аллаху в часы ночи, выстаивая молитвы в земных поклонах, страшась последней жизни и надеясь на милость своего Господа. Рассказал Всевышний Аллах, что они надеются на Его милость и боятся Его наказания. Также сказал своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, указывая Ему на превосходство ночных выстаиваний и поклонения, молитв ночью. И то, что это путь достижения всего благородного в этом мире и в последующем, и сделал благо в последующей жизни, что по сути является из великих благ, сделал его связанным с ночной молитвой. Сказал Святун и Велик, выстаивай часть ночи, читая Коран, быть может, твой Господь возведет тебя на достохвальное место. Выстаивай часть ночи, читая Коран, быть может, твой Господь возведет тебя на достохвальное место. И сделал достохвальное место, которое восхваляют первый и последний, связанным с ночным стоянием. И поэтому он, да благословит его Аллах и приветствует, выстаивал до тех пор, что опухали его ноги. И указывают эти тексты на то, что лучшее для оживления ночи – это молитва. Поэтому сказал он, да благословит его Аллах и приветствует, держитесь прямоты, и вы не сможете сосчитать, то есть величину награды за стойкость. Знайте, что лучшее из ваших дел — молитва. Он сделал ее лучшим приближением, предпочтительным послушанием и лучшим, чем оживляют ночи, так как молящийся получает в молитве то, что он не получает в других видах поклонения. В молитве чтение Корана, восхваление Аллаха, прославление и длительное стояние перед великим, милостивым, благо которого нет в других видах поклонения. И лучшее, что бывает в молитве — это длительное чтение Корана. Так как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, когда его спросили о наилучшем в молитве, он сказал, длительное стояние и длительное чтение Корана. Лучшее, что может быть, так это молитва. Затем, если стало тяжело стоять в молитве и решил набраться сил и сел, будет лучше поминать Аллаха чтением Корана. Так как лучшее, чем упомянут Аллах, Святу на Велик, — это его речь. И лучшее, чем приближаются к Аллаху, Святу на Велик, — это чтение Корана. Сказал он, да благословит его Аллах и приветствует, воистину преимущество речи Аллаха над остальными речами, как преимущество Аллаха над своими творениями. Так это милость, благо и свет. И если же человек хочет достичь степени послушания в ночь предопределения, так пусть это будет чтением книги Аллаха, велик он и славен. И пусть не испытывает скуку от этого и не устает. Пусть пытается, старается, радуется обещанию Аллаха, облегчению его поминания. И пусть старается в этот момент, как может, и после того, после чтения Корана, то есть эти два дела, молитва и чтение Корана, это утвердилось прямым текстом. Что же касается остальных дел, как дуа, и лучшая из дуа в ночь предопределения будет просьба у Всевышнего Аллаха о помиловании. И если Аллах помилует своего раба, то значит спасет его от своего наказания и наделит его своей милостью. И тот же, кого помиловал Аллах, то воистину он отдалил его от огня и уберег его от своего гнева и наказания. Так как нет пути к наказанию, кроме как к грехам. А если Господь простил грех, значит удалил от него причины и беды, и отдалил от него пути несчастья. Поэтому пусть просит Аллаха о помиловании. И на это указывает достоверный хадис, в котором говорится, «О посланник Аллаха, если я распознаю ночь предопределения, что мне следует говорить?» Он ответил, «Скажи». И это откровение с небес посланнику всей уммы. Обучает этим мать правоверных. И это обучение для всей уммы. Если она застанет ночь предопределения, то пусть говорит, «О Аллах, воистину ты прощающий». Это качество из качеств Аллаха Святого на Велик. Воистину ты прощающий. И это качество полноценности и величия возвышенного Аллаха Святого на Велик. То, что он, не вредит ему ослушание грешников и не приносит ему пользы послушание праведников. Воистину ты прощающий. Любишь прощение. Это из его благородства. Любит прощение и прощает своим рабам их грехи всей жизни в один миг. Возможно, раб сделает что-то благое, и он будет оберегать этим его лицо от огня. Возможно, раб сделает одно благое дело, и Аллах запишет ему за это рай. Возможно, он сделает одно благое дело, и Аллах запишет ему за это радость этого мира и последующего. Он благороден, Свят Он Велик. Он любит прощение, потому что Он благороден, и Он достигает совершенства в благородстве. И нет предела этому совершенству. Ты любишь прощение, так прости же меня. Это признание в упущениях, признание в недостаточном послушании. И нет раба, как бы ни было высоко его положение, как бы ни был возвышен его уровень, кроме как у него есть грехи и ошибки. У кого-то мало, а у кого-то много. И лучшее, чем взывают в ночь предопределение, это слова раба, стоящего у дверей благороднейшего из благороднейших, наймилостивого из милостивых, указывая на свои грехи, упущения и недостатки. На недостаточное послушание Аллаху, велик он и могущественен, взывает к нему от всего сердца своим языком. О Аллах, воистину ты прощающий, любишь прощение, так прости же меня. Взывает он и убежден в глубине своего сердца, что тот, кому он взывает, прощающий и любит прощение. И что прекраснее этого из слов, от лучшего творения и господину всех людей, да благословит его Аллах и приветствует. И он говорит, скажи, о Аллах, воистину ты прощающий. Начал с средства приближения к Аллаху, а это таухид, единобожие. О Аллах, воистину ты прощающий. И это указывает на почтенность таухида и это средство приближения к Господу. Первое из чего начал в ночь предопределения, в которой надеются на ответ, начал посредством этого полезного, незаменимого для раба, а это единобожие. И не начинает раб свою мольбу уединением Аллаха, кроме как он будет доволен ответом. Так как он начал это с уединения Аллаха, с похвалы, которую он заслуживает, так будут открыты для него врата небес и земли. О Аллах, воистину ты прощающий, выражая утверждение, уверенность и полное убеждение, воистину ты прощающий, он прощающий, свят он и велик. Любишь прощение. Посмотри, как раб приближается к своему Господу. И Господь также открывает рабу двери надежды и говорит, о человек, что же тебя ввело в заблуждение относительно твоего благородного Господа? Дает ему оправдание до того, как начинает порицать, как будто бы он отвечает, твое благородство, о Господь, ослепило меня. Обучает его, как найти себе оправдание, как бы ответ в самом вопросе, как же велик Господь, как же он возвышен свят он и велик от своих творений. Просим Господа великого трона, чтобы он сделал нас из тех, кого он помиловал, благодетельствовал из его доброты наилучшей долей.